У нашей модели есть веснушки, она попросила, чтобы они стали более акцентные. Поэтому мы сделали сложную технику окрашивания, выполнили рассветление. Теперь приступили к тонированию и получили насыщенный такой яркий вкусный цвет. Это не салон красоты, а центра помощи «Ты не одна». Там находятся женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Канун Дня матери им сделали подарок. Профессиональные мастера бесплатно стригли и красили волосы, наносили макияж. В числе клиенток оказалась и Алина Гордеева. После развода она с двумя детьми осталась без жилья. Узнала о центре и вот уже два месяца находится под защитой. А своим перевоплощением Алина осталась довольна. Эмоции моря, самые позитивные. Мне сделали окрашивание, макияж нанесли. Все супер, все классно. Новое я, новое преображение. Мне очень все нравится. Здесь абсолютно все обеспечивают для нас, для детей. И юридическая помощь есть. И помощь психологов, и взрослые, и детские. Мы все работаем над всеми нашими проблемами с психологами. Помимо таких акций в центре помощи проводят и мастер-классы по кулинарии, и рукоделию. С концертами выступают самарские артисты. Все мастера и волонтеры работают на безвозмездной основе. Были ситуации, когда я была не очень в такой прям замечательной ситуации. И всегда было приятно, когда кто-то совершенно бескорыстно тебе помогал. Вот, собственно, за этим я и здесь. Влад, который сейчас работает с одной из девушек, это мой парикмахер. И он был первым, кто присоединился к проекту, потому что я ему позвонил и говорю, Влад, слушай, ну вот в мире это принято. Я говорю, в России наверняка есть большое количество мастеров, которые тоже занимаются благотворительностью. Ты готов, он говорит, ну вообще занимался, теперь мы готовы встретиться с девушками, попавшими в трудную жизненную ситуацию и помочь им немножко обрести надежду, и чтобы у них крылья выросли вновь. В центре социальной помощи найти приют может каждая мама, оставшаяся без крова. Более того, окажут ей психологическую поддержку, обеспечат всем необходимым, помогут найти работу и проконсультируют. Наша цель, наша миссия – это поддержать женщину в кризисной ситуации, помочь ей встать на ноги и чтобы ее жизнь после выхода из центра стала более качественной. И чтобы она, наверное, больше никогда не оказалась на пороге кризисных заведений, мы стараемся, чтобы она психологически пересмотрела то, что привело в этот порог. И финансово тоже она вышла отсюда уже благополучно. Инициатор проекта – некоммерческая организация «Гармония». Поддержка родителей и детей на особом контроле главы региона. В этом году финансовую и нефинансовую помощь получат 229 тысяч семей. На это выделено более 30 миллиардов рублей. А в 2024 объявленном президентом Владимиром Путиным годом семьи объем финансирования увеличится до 50,5 миллиардов. Екатерина Лесная, Сергей Александров. Новости о губернии.